Приветствую любителей аудио меломанов и аудиофилов предлагаю сегодня немножко заняться демагогией чтобы выяснить что такое звук близкий к реальности вроде бы кажется все понятно у нас есть очень какой-то дорогой топовый усилитель и включив на нем музыку мы должны услышать буквально реальность вот у нас сидит музыкант играет на гитаре мы его реально ощущаем и все такое но почему то так получается что когда мы включаем разные записи мы начинаем рассказывать эта запись нравится эта запись не нравится а также вот этот вот мифический эффект присутствия он но не на каждой записи на какой-то записи действительно изрезка можно вздрогнуть потому что это было что-то реальное где-то хлопнула дверь или там раздался какой-то скрип или по струнам медиатор проехал настолько натурально что как будто вот здесь кто-то или какие-то тарелочки или желез какой-то упало как будто у вас в коридоре но согласитесь это бывает далеко не в каждой записи так в чем же дело ну наверное можно предположить что нужно еще какую-то аппаратуру и можно покупать аппаратуру еще более дорогой и опять выяснить что да вот здесь так вот здесь не так например ну и повышать повышать соответственно характеристики но смотрите почему например много любителей лампы лампового звука ламповых усилителей ведь эти усилители они ну очень далеки от понятия каких-то супер качественных характеристик ультра низких искажений и прочего но у них не отнять того что голос порой кажется более натуральным более живым на них и поэтому им прощается все и поэтому такие усилители имеют достаточно большую базу своих фанатов несмотря на то что у них никакой никакой демпинг-фактор то есть они акустической системой вообще не управляют мало того когда в ходу были в мире эти самые ламповые усилители считалось что производители акустики должны позаботиться чтобы их акустика как-то более-менее вменяемо работала с ламповым усилителем то есть вообще не было такого понятия как обеспечить усилителю демпинг-фактор сейчас же как вы знаете наоборот производители усилители заботятся о том чтобы управлять акустикой вот поэтому есть усилители с высоким демпинг-фактором и 100 демпинг-фактор бывает и 350 например у yamaha p2200 такое значение и 900 и 1000 например около 1000 имеет демпинг-фактор усилитель достаточно известный парасанта 23 а у бурместра аж 3000 демпинг-фактор что это означает это означает что усилитель очень жестко контролирует движение динамика и не дает ему после того как звук отзвучал совершать произвольные паразитарные паразитические движения вот это и является демпинг-фактором если он очень высокий то динамик после каждого воспроизведенного звука просто должен застыть и больше ничего не делать если дальше нет звука если же демпинг-фактор более низкий то динамик еще продолжает более естественное движение так как мы любой звук природе он в теории даже не может внезапно прерваться даже если грянул гром все равно там потом раскаты эхо будут слышны и так далее ну то есть все эти события они происходят не в вакууме поэтому в общем то и есть вот это вот проклятье высокого демпинг-фактора когда можно просто банально пересушить звук то есть вот эти паразитные колебания динамика окажется они ближе к живому звуку нежели вот абсолютный тотальный контроль и соответственно да некоторые люди любят лампу за счет того что она вообще не контролирует особенно однотакты акустику а современную акустику она может ламповый светлый мог то вообще как бы но очень плохо с ними работать потому что они все-таки рассчитано больше на такие вот боль большие бумажные диффузоры на высокую чувствительность акустических колонок а сейчас часто чувствительность у колонок 83 и 86 децибел что для лампового усилителя особенно однотакта это непростительно низкие значения ну должны быть хотя бы на 90 децибел для лампового усилителя 4-х ваттного чтобы ну какой-то неплохую громкость получить есть такой нюанс но как же вот да характеристики вроде хуже а ух сообщает что вроде бы наоборот что это более живое или такое более натуральное ну например как такой пример из недорогих усилителей я приведу люксман lg 104 это вообще гибридник у него предварительное усиление на лампе на триодах а выходное сделано на мосфетах и в результате имеется вот этот ламповый окрас вокал становится более живым ну и конечно же это проклятье лампа тоже немножко присутствует потому что такую идеальную точность как на чистом транзисторе супер аудиофильный уже разумеется не получить но бывает что там какой-то звук раздается и здрагиваешь уже что у меня в коридоре упал или что кто сказал там никто не сказал это все запись да и мы вот вроде бы вот это обсуждаем и к мысли непонятной приходим вроде бы должны быть высоких высокие характеристики а получается что характеристики то у них у этих аппаратов часто и не очень-то высокие ну как же так вот более того я вам приведу еще один пример это как получить дома абсолютно живой звук от которого вы вздроганете и спутаете его с реальностью ну разве такое возможно и здесь на сцену выходит совершенно непонятная вещь казалось бы роль высококачественной аппаратуры в приближении реальности никто не отменял низкие искажения никто не отменял но мы сталкиваемся постоянно с какими-то парадоксами когда тот же ламповый усилитель с низкими характеристиками может быть для уха для нас для нашего мозга по звучанию более натуральным и живым нежели какое-то супер технологичное высококлассное устройство кроме того когда записываются музыканты они записываются не в обычных условиях они записываются в специальных звукоизолированных студиях на высококлассные студийные вот эти в студиях звукозаписи на высококлассные либо цифру либо на аналог и так далее то есть это все не просто так стремятся идеально захватить тот звук который музыканты хотят воспроизвести но почему же когда я включаю на аппаратуре я не верю я не слышу что это абсолютно реально и я покупаю аппаратуру дороже 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 и все равно я не не ощущаю что это ну жизнь что я перепутал и оказывается у меня тут музыкант был рядом да я все равно это слышу ну классно очень детально очень подробно трехмерный инструмент звучит все классной я не испугаюсь что ой кто это там в комнате вдруг запел и кто еще тут зашел да такой эффект он бывает либо на очень редких записях либо вот с помощью лампы усилителя но как же вот так и разве как это воспроизвести чтобы вот опять же испугаться и это было реально наверно да какой то вообще студию супер дорогой аппаратурой чтобы так записаться и вот здесь вот опять новый парадокс а смотрите возьмем даже просто телефон с микрофоном или вы какой-то микрофонов офисе об обычный того микрофон запишите себя свой голос дома если записать свой голос дома или дверь хлопнула или заскрипела окно там открылось и потом если включить опять же в домашних условиях ощущение реальности стопроцентное и неважно что они записаны на абсолютно несовершенной аппаратуре на какой-то примитивной но вы чувствуете это абсолютно живое вы это перепутываете вам кажется что дверь хлопнула что ключи в замке реально загремели сейчас кто-то зайдет кто-то вас позвал и вы говорите да откликаетесь то есть узнаваемость реальность сто процентов и для этого не понадобилось никакой супер аппаратуры чувствуете парадокс и получается что вот эти были большинство записи которые мы слушаем в них почему-то нет вот этой магии реальности магии присутствия хотя ее можно абсолютно элементарными способами достигнуть дома и здесь вот конечно уже широкое поле для размышлений для демагогии для споров конечно же но мое видение этого процесса заключается немножко в другом вы если снимали на видеокамеры ну может быть на телефон на любительский когда вы снимаете какие-то события из своей жизни то вы потом просматривая вы видите изображение но обычное бытовое скажем так если вам такое изображение показать в кинотеатре ну как то наверное вы не очень обрадуетесь вот а когда вы смотрите художественный фильм в кинотеатре то там совсем другие впечатления а почему так происходит ну потому что изображение для кинотеатра это не то же самое что было снято на пленку после того как сняли таким же методом на самом деле как бы тоже там все было некрасивое такое все ну натуральный скажем так которые не вызывает как то ощущение что как это какое-то искусство точно также было снято потом начинается монтаж склейки начинается работа колориста который начинает раскрашивать кадры сейчас и не нужно никакой кисточки или что-то это делает программа по разным алгоритмом разным фильтром и вы если посмотрите то ну 99 процентов фильмов они раскрашены в разные цвета кто в сепию кто там ну по разному в общем это вы можете посмотреть и на самом деле на самые популярные две цветовые схемы это синяя с желтым и там вторая еще схема есть так конечно могут варьироваться но вот эти две схемы они почти во всех фильмах используются и ну любят вот эту вот коричневую ну цепью как я уже сказал так вот такой вот эффект иногда я даже на свои видео по-дилетантски накладываю такие эффекты чтобы придать не домашность картинке как-то большую серьезность там в таком вон духе а именно пытаются изменить отойти от привычного и дать какую-то другую картинку которая бы можно воспринималась иначе не как вот повседневность и может быть может быть в записях музыкантов что-то такое же происходит потому что после того как они записались все равно происходит режим мастеринга громкости выравнивается прочие какие-то моменты звукорежиссером правится и так далее можно подумать что в итоге мы получаем такую же вот как бы колоризированную как видео картинку где сепию подбавили где еще там какие-то эффекты применили и может быть поэтому и это воспринимается иначе но вот и вот этот эффект что у вас дома кто-то споткнулся о гитару оно пропадает хотя вы можете взять микрофон записаться тут же и вы это все узнаете также еще забавно есть такие моменты когда на канале есть достаточно уже много в принципе песен которые записывал и мне в комментариях писали ой какой плохой звук как плохо гитара звучит вот наверное такая запись но вот ирония заключается в том что гитара звучит вот именно так как она звучит это именно гитара она абсолютно узнаваема как она на записи звучит так абсолютно она звучала и в реальности никаких изменений абсолютно некоторые говорят его я слышу это стала запись плохая но вот я точно так же слышу когда я играл и когда я вот это прослушиваю это одинаково да она так звучит она без раскраски просто. Её можно было раскрасить, да, и можно было там и транзиентики подправить, и всё, как бы, так, контрастность в ней всё подправить, и, может быть, какую-то жизнь вдохнуть такую аудиофильскую. Всё это можно, но в реальности вот так вот, вот так. Конечно, можно очень красиво играть и фланжелетом, и по-разному такие эффекты всякие делать классные. Вот. Это всё можно добиться. Либо в живую, либо точно так же программно. В общем-то, эта тема сегодня была, как уже сказал, на тему демагогии, поэтому я приглашаю поделиться вашими мыслями, может быть, какими-то научно обоснованными моментами этой сферы. А в следующий раз, возможно, мы коснёмся других интересных тем, типа сравнения записей с оригинала и с аппаратурой одинаково, не одинаково, и в чём там разница, в чём на самом деле подвох, и почему это всё, все эти выводы становятся неверными. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Понравилось видео поддержите донатом. Под видео находится ссылка на описание. Буду рад любой сумме. и пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!